всем привет дорогие наши зрители и гости нашего канала в общем обшили квартиру как видите красиво все аккуратно сейчас снова будем проводить порядок мы только и успеваем здесь отсюда все вывозить но это в счет оплату но все равно на это тратится конечно время что у нас еще здесь вот остались обрезки всякие разные это все куда-то девать саша будет тут который более менее может быть куда-то пригодится ту зону будут саша убирать вывозить все старое и закажем и ползил как зилок половина зилка это песок там сделаем подушку и мы купили шатер как выбирали шатеры какой купили вставлю ролики потом покажу собранном виде купили вот такой вот стол на улицу сегодня ездили купили два таких стула потом еще купим два с той стороны и по бокам ну то есть еще четыре стула саша там наводит порядок уже пыли нету потому что все влажно уберет почистит только тетя вера сегодня приезжал где только 2 5 страшно окна я вам уже говорила что все поменяли эти колеса тоже часть буду возить одну часть вывезли другую нет ну как видите все везде раскидана ну ремонт есть ремонт да саш передавай нашим зрителям привет привет всем привет доброжелателям только доброжелателям почему а потому что они сильно плохо там по поводу самогонного аппарата ну давай объясним самогонный аппарат стоит 70 тысяч саша заключил договор три ролика выпускает оставляет ссылку нам он не нужен мы им пользоваться не собираемся мы даже не знали как что правильно делать но условия рекламы мы его просто согласились не только на то чтобы снять три ролика и продать его и у нас уже есть покупательство который купил за 50 тысяч рублей вот зачем он но люди некоторые не понимают большинство это понимаешь вообще ничего не понятное дело что вам вам реклама там не нравится но мы этим зарабатываем и не только этим зарабатываем и где-то грибы и ягоды собираем плюс мы еще работаем мы со всего успеваем нас впереди приобретение жилья стройка детей небольшой мы хватаем все что нам все можно и мы сейчас за просмотре не плавать это поэтому большие планы впереди поэтому не обижайтесь не судите не делайте поспешные выводы мы стремимся для своих детей никого травить мы не собираемся куда вот то что мы сделали мы второй перегон сделаем пражку нам пришлось ставить потому что где мы еще возьмем как мы еще снимем ролик саша вообще в этом никогда не участвовал но только что сделали на многих чай это для того чтобы снять меня хотя бы как-то ролик а потом мы это все врачи кое-кому потому что нам она не уже знаем ну кто покупает мы это все куда он его денет это уже не наши мы никого не спаем сами не пьем поэтому нам она не нужна он как стоит на подоконнике резинкой обмотали также мы дадим это как бы тоже как бы так энную сумму наконец потому что мы на сахар потратились надо потратить ну да хотя так так что не судите и понимаете нас ну как бы наверное в наше положение пойти мы как вам сказать мы сами себе что у саши что у меня нет родителей мы об этом вам говорили мы на это не спираем не жалуемся мы сами стремимся к чему-то рекламу предложили мы согласились мы никого не травим никого не заставляем не призываем мы только с целью того чтобы заработать денег и нам одевать детей у нас два школьника детсадовец оплачивать коммуналку оплачивать квартиру питание все остальное но вы же не глупые прекрасно понимаете так что даже какой-то мусор вывести за один маленький рейс нам нужно заплатить деньги где деньги взять детям а мы все покупаем моя на отдых мы часто ездим потому что ну мы в детстве многого ничего не видели так пока мы живы и здоровы на ногах руки ноги есть глаза уши видят слышат поэтому мы обязаны мы родители мы обязаны детям дать счастливое детство какие-то трудности но они нам помогают из-за ягоды ребятишки ездили то есть они свое набирали я продавала и им денежку отдавали у них у каждого свой кошелек они копят они понимают что это просто так не достается так что вот так юлечка передавай привет юля только приехала у нас ездила к подружке в интернат отвозила вкусняшки в общем погостила побыла сейчас алексей сашин получается знакомый в общем ездил поехал за груздями говорит маленький но может быть мы сейчас на часик вырвемся съездим за грибами я сегодня выходная третий день третий день незапланированный вставлю ролик у нас суде и дима покусала вчера собака была полиция были в больнице поставили нам прививку а дочь карине попозже пойдешь а чё там ума скоро мешок а вот которому из-под стола он не пойдет вот мешок плотный ну вот его под мусор так что вот эта часть тут будет красиво стоять шатер ну все съемка прекращается пошли мы работать хватит болтать ставлю ролики дальше увидеть и про собаку и про шатер всем отличного настроения увидимся время у нас 12 час ночи а мы и диму привезли в больницу в городе в детскую как она называется как бы диму укусила соседская собака мы позвонили сразу 112 нам сказали что делать скоро еще не приехала уже приехала полиция потому что они эту информацию сразу полицию передали приехали взяли заявление скорая не приехал потому что тяжелый ребенок первый был на вызове мы приехали сами сказали что сами да сейчас что диме скажут температуру саша дома смирил пока я в полиции нового в этом бобике или как она там называется бобик машина сидела писала пока заявление патриот саша пошел обработал диме укусы в общем на завтра я взяла выходной потому что приедут приедут участковые они сказали да папа у нас ходил вместе с полицией туда к ограде где собака выскочила всем привет всем привет привет мы приехали в ленту в общем вчера мы были сашей в ленте да и увидели такой вот шатер с москитной сетки сейчас я пойду вам покажу его а на замках сейчас его цена 7000 как это нам его могут предложить не может быть такого то что нет конечно мы не будем брать тогда такой такие вот кресла 5000 стоили 16 пуфик 2 500 стал такой стоил 32 сейчас 10 тысяч от кресла ведь как красиво оформлено это кресло 8000 вот это вот это кресло 8000 с подушкой этот диван 12000 стоил 34 какой вот она 8000 стоило вот были ну да а еще присмотрели качелю сейчас я вам покажу здесь вот такие есть вот такие есть батут а он вон там стоит вот такой вот диван 8000 а эти корзиночки нет это на пикник когда выезжать качели сейчас велосипед так где качели а вот такая вот качели и цена ее где так нельзя показывать палец где-то 7000 решение стоит пошли массаж это магазина в общем что хочу рассказать первое по поводу случившейся собаки утра мы сходили туда где это все произошло там живет дедушка с бабушкой в общем поговорили бабушка расстроилась очень сильно она подумала что мы будем требовать денег мы сказали что нет мы пришли поговорить как бы но не совсем все страшно конечно ну я имею ввиду в плане того что ну не разобрала не вырвала там большой кусок как говорится да там мясо на теле в общем поговорили дедушка тоже успокоился мы сказали что ну когда приедет участковый потому что нас поскоро сразу предупредили больницы в плане того что когда это все происходит они обязаны передавать всю информацию в полицию потому что это увечья телесные повреждения несовершеннолетнего ну то есть ребенка мы поговорили обсудили но участковый так сегодня я взяла специально вот выходной но участковый так и не позвонил и не приехал что еще у нас ну если завтра позвонит мы уже будем саша на работе ну там уже созвонимся уже договоримся назначим время там когда сможем подъехать написать объяснительную там как-то претензий друг другу не имеем как дедушка сказал они были в бане и у собаки отогнулась крепеж и она вот ну сорвалась и выскочила поэтому но не только мог наш дима пострадать кто-то другой бы ребенок там рядом находился но то что случилось то случилось я ужасно боюсь собак меня в детстве покусала сильно собака меня большой шрам на ноге ну что что от этого никуда не убежишь то наверное на судьбе написано то она и произойдет я занимаюсь лечением зубов у меня на работе когда я работала пять смен в общем на вторую смену я вышла у меня здесь припухла тесна но не было гноя видно ну знаете как бывает иногда десна воспаляется и там гной выделяется белая шишечка мне такого не было просто была красная не болела не беспокоила отработала я пять смен пошла на первый выходной мы саше поехали к стоматологу он посмотрел сказала что у меня густой там гной скопился пробил мне три канала получается поставил мышья прочистил на 25 на 12 часов я записалась в общем старая пломба которая была там вылетела не вот видно пища попала и начала воспаляться поэтому и сейчас заниматься буду лечением зубов ребятишки к школе собраны я понимаю что вам хочется знать про нашу жизнь но я всего не успеваю во первых были строители дома тоже с камеры не побегаешь то одно то другое то поездки сбора в школе где-то времени не хватает ну я надеюсь что все восстановится и постепенно буду вам рассказывать ну на этом мы с вами попрощаемся увидимся совсем скоро всем вам всего самого наилучшего мира добра каждый дом не болейте увидимся совсем скоро до новых встреч пока пока